Добрый день, это озвучка манги, эксклюзивное владение, доброжелательная жена, с 22 по 26 главу. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, а вы можете увидеть все новости по поводу выхода манги на моем канале. Приятного просмотра. Богатая дама представила своего сына Сёсёя, и он посмотрел на неё с таким нетерпением, словно она была каким-то драгоценным камнем. Но я просто уродливый камень рядом с драгоценным. Никто не смотрит на меня во второй раз, даже если они это делают, и глаза полны отвращения. Как же я это ненавижу! Ну что, сестрёнка, всего лишь из-за этого ты уже злостью переполняешься. Наверху. Пришедшиеся за девушки все такие красивые, но очень схожие. Интересно, в какой больнице они делали пластическую операцию? Какой же он идиот! Ему всегда нравится притворяться таким глупым, но на самом деле он хитер. Действительно думает, что другие этого не видят. Напротив же, с тех пор, как наш старший брат попал в автомобильную аварию, когда Цзэйюн была 10 лет, а позже его признали наследником, я перестал видеть его насквозь. А? Вон та девушка, очень интересная. Вокруг неё так много людей, но она умудряется никого не обидеть. Кажется, что вокруг неё есть ореол, и каждый, кто входит в него, испытывает что-то вроде Рея. И говорящие с ней, и просто находящиеся рядом, не проявляют к ней какого-либо нетерпения. Словно чувствуют тихую и мирную атмосферу, пока смотрят на неё. Что позволяет им перестать строить козни друг против друга и расслабиться на минуту, не думая о разговорах и интриках. Кажется, она из семьи Сюэ. С точки зрения биографии, она не так уж плоха. Семья Сюэ довольно влиятельна, а сама девушка выдающаяся и преусходная. Если бы я мог заполучить её... Кто эта девушка рядом с ней? Фу, я чувствую ужасную вонь даже отсюда. Она как ворона рядом с Фениксом, не так ли? Я также думаю, что по сравнению с этой девушкой, те, кто рядом с ней, не стоят того, чтобы их замечать. Она выглядит симпатичной, но у неё нет пластического лица, что очень редко встретишь. Эм, Дзия, что ты только что сказал? Или же это был Дзи Юн? Хотя он на несколько лет моложе меня. Сказанное им обычно бывает точным и по существу. Он редко разговаривает и всегда выглядит отчуждённым и незаинтересованным. Если в этом нет необходимости, он никогда не целовался с девушкой, которую я только что встретил. Эй, с чего бы тебе интересоваться девушкой? Ты, Дзия, никогда не были близки ни с одной. Ты слишком много шумишь. Что, хочешь драки? У неё такие проницательные, яркие и красивые глаза, наполненные искренностью. Особенно с нежной и очаровательной улыбкой на её лице. Даже самые равнодушные мгновенно влюбились бы в неё. Но почему у меня ощущение, что с ней что-то не так? Словно что-то скрывается под её ангельской внешностью, а в её нежных глазах таится гейзер эмоций, которые никогда не извергались наружу. Это иллюзия. Ведь она выглядит такой простой и очаровательной молодой девушкой. Жизнь слишком скучна. Если я немного не повеселюсь, этот больной мир наскучит мне до смерти. Как же мне подойти к той, которая, судя по всему, скрывает какую-то тайну? Чень, это дочь семьи Сюэ. Тебе нужно найти способ заставить её влюбиться в тебя. Наша семья нуждается в помощи её семьи. Не волнуйся, я умею иметь дело с такими модельными девушками, как она. Миссия, приятно с вами познакомиться. Я Лин Чень. Прошу извинить меня за это. Если у меня будет возможность, я несомненно хотела бы попробовать. Коллекция вина в вашем доме очень известна, тётя. Прошу прощения, господин Лин. Ничего, я сам виноват, что неудачно выбрал момент. Вам не за что извиняться. Ранее семья Лин была ведущей среди элиты. Но когда отец Лин Чень неожиданно скончался, главой семьи стала его мама. Она не могла поддержать видимость. Не говоря уже о поддержке своей девичьей семьи и безэкономической помощи семьи Лин, естественно, потерпела катастрофическое поражение. Но то еще верблют дольше лошади. Кроме того, Лин Чень такой красивый. Прямо принц Чарминг. Господин Лин, приятно с вами познакомиться. Я сижу, вторая дочь семьи Се. Больше не можешь терпеть этого, сестренка. Господин Лин, если представится возможность, могу я посетить ваш дом? Конечно. Но миссиси будет с вами, верно? Да, если будет время. Мне тоже хочется взглянуть на него. В прошлой жизни я вложила все активы, оставленные моим дедушкой, чтобы помочь семье Лин. А затем мама Лин Чень снова и снова вымогала у нас деньги. На что же похожа их жизнь сейчас? В чем же эта сука лучше меня, помимо ее происхождения? Почему она привлекает всеобщее внимание? Почему? Сестра, что-то мне не здоровится. Что такое? Это серьезно? Я пойду скажу маме. У семьи Эдзи должен быть личный доктор. Разве из того, что я слышала, она не из приюта? Похоже, у них хорошие отношения. Это все из-за доброты сё-сё. Случай с такой с обычным человеком, просто не убивать было бы уже любезно. Почему она только сейчас почувствовала себя плохо? Ниши-класс часто любит притворяться. Может быть здесь слишком душно. Сестра, не могла бы ты вывести меня на свежий воздух? Хорошо. Снаружи. Как тебе? Лучше? Спасибо. Теперь мне лучше. Если толкну сё-сё-сё в воду и привлеку сюда гостей, её тело будет чётко видно из-за тонкой ткани. Как тогда сможешь сохранить свою порядочность, а дочь сё? Ну хорошо, сестра. Я уже подумала, придётся всё же идти за доктором, если станет хуже. Заткнись! Не назовай меня сестрой! Если ты не знаешь, что меня от тебя тошнит! Кому ты пытаешься показать это невинное личико? Сестра, ты так сильно ненавидишь меня. Такая тряпка недостойна быть дочерью семьи Сёя! Сестра, не будь импульсивной. Как же ты мне достала! Я тебе не сестра! Я передумала. Я не только опорочу, но и придумаю способ убить её. Ха-ха! Нет! Помогите! Сестре нужна помощь! Бот! А как быть другой? Пусть идёт. Госпожа всё равно просила привлечь к ним толпу. Чем шумнее она будет, тем больше людей соберётся. Сейчас нашей целью является опорочить Сёя-Сёя. Сегодня здесь собралось высшее общество, так что лишние проблемы нам ни к чему. Высхватили нету? Я Сёя-Сёю! Не Сёя-Сёя! Чёрт! Я думал, что смогу увидеть истинную натуру нашего ангелочка. Не ожидал такого непредвиденного события. И всё же странно. Пришли они сюда явно подготовленными. Так как они смогли перепутать её с другой? А? Я только что всем сказала, что она моя приёмная дочь, но с таким видом она публично унижает меня. Она всё такая же безжалостная, как в прошлой жизни. Увидев, как меня изнасиловали, она подбежала ко мне не для утешения, а чтобы публично дать пощёчину. Просто Сёя-Сёя в этой жизни всё ещё является избранной дочерью. Поэтому она не может сделать это сейчас. Мы находимся на территории Семидзи? Как такое могло произойти? Просто твоя дочка вела себя непослушно. Почему среди такого количества людей это произошло именно с твоей дочерью? Ещё и случилось это на виле Семидзи? Такая бесстыдница пришла сюда и соблазняет других. С кем-то покувыркалась и теперь валяется тут брошенной, что и заслужила. Что? Но Сёя-Сёя не красное платье? Что ты сейчас сказала? То, что слышала. Что, со слугом уже проблемы? Я думаю, тебе следует получить помощь с образованием дочери, чтобы в будущем они не вытворяли чего-то подобного вновь. Ах ты! Это действительно проблема с образованием. Но вот у кого именно, вопрос хороший. Да кем ты себя возомнил? Молодой господин. Что? Это тот самый младший сын семьи Дзи. Дзю Йон. Жон, поприветствую господина Дзи. Приятно с вами познакомиться, господин Дзи. Прошу прощения, если напугал. Пострадавшей здесь являюсь я. Так почему на меня новое внимание? Конечно, семья Дзи должна взять на себя полную ответственность за это. Прошу прощения за произошедшее. Вам не нужно этого делать. Все же Сюэ же у всего лишь недавно удочерена. И мы не настолько близки. Извинения от младшего сына семьи Дзи гораздо более ценно. Более того, Дзи Йон все время смотрел на Сюэ. Совершенно ясно, что это значит. Увидите ее. За что? Отпустите! Отпустите меня! Разве вы не знаете? Это он залгал мне, что является Дзи Йон. И переспал со мной. Теперь стало ясней, что он намного далек от Дзи Йон. Спасибо всем просмотр. Подписывайтесь и пишите комментарии. Всем приятного вечера.